Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Сначала ознакомлю, что пишет армянская пресса. Издание Крапарак сообщает, Азербайджан добился новых уступок. Вот сидит Ильхам Алиев с Николом Пашиняном. Вчерашние заявления некоторых представителей власти Армении подсказывают, что Пашинян под давлением Алиева пошел на очередные уступки, а также достигнуто согласие вокруг других пунктов мирного договора. Об этом пишет газета Крапарак, развивая тему. В своем уступлении в Женеве спикер парламент Алиен Симонян сделал открытие, заявив, что Армения и Азербайджан находятся на пороге достижения соглашения по мирному договору. Вот уже сообщает, что сегодня мы достигли соглашения по 16 пунктов, сообщил Алиен Симонян. Он также обратился к Баку с призывом, мы приглашаем Азербайджан проявить политическую волю, воспользоваться моментом присоединиться к нам, чтобы сделать возможное реальностью. Армения готова подписать мирный договор хоть сегодня. Вот такие заявления. И, в общем, пишет, что неделю назад Никол Пашинян говорил о согласии вокруг 13-17 пунктов этого мирного договора, заявив, что существует проблема дипломатической корректности. Так что осталось 4 пункта подтвердить. Напомним, что за день до этого заявления членов партии гражданский договор Алиев в очередной раз пригрозил, что не подпишет договор частично с согласованными пунктами, отмечает издание. В общем, 17 пунктов надо согласовать, 13 согласовали, 4 никак не получается. Но уже близко к подписанию мирного договора. И вот еще армянское издание сообщает, что Азербайджан в 25-м году потратит на оборону 5 миллиардов долларов. Вот такие новости. В следующем году расходы на оборону и национальную безопасность в Азербайджане составляют 5 миллиардов долларов. Это нашло отражение в законопроекте о государственном бюджете Азербайджанской республики на 25-й год. Напомним, что наряду с тратой огромной суммы на армию Азербайджан требуют у Армении отказаться от развития оборонной системы. В общем, Армении недовольны, что Азербайджан вооружается на миллиарды долларов, а, мол, армянам не разрешают, типа, мол, Армении не имеет права, поэтому постоянные вот эти конфликтные ситуации. Хотя Армения вооружилась тоже не слабо, там уже на что-то полтора миллиарда Франция и Индия закупила вооружение. Ну и вот, недавно я сделал ролик, где там российские СМИ сообщали, что Пашинян был унижен, как бы. Ну вот, немножко продолжение по этой теме, это уже издание Минвала Зе, как раз опубликовало эту фотографию. Пашинян, вечно какой-то склонив голову перед Ильхам Алиевым, стоит вечно непонятно в такой позе. Сегодня исполняется очередная годовщина со дня избрания Ильхам Алиева президентом Азербайджана, сообщает телеграм-канал Минвал. Под его руководством с 2003 года страна добилась значительных успехов в политике, экономике, социальной сфере. Независимая внешняя политика, реализация крупных энергетических проектов, модернизация армии укрепили позиции Азербайджана на мировой арене. И вот туда были возвращения оккупированных территорий, восстановление суверенитета. Азербайджан активно развивает национальную культуру и солидарность, укрепляя свою идентичность. Все эти достижения стали возможны благодаря дальновидности лидерству Алиева. А вот Пашиняна здесь как бы характеризует, что он слабый, он не лидер Армении. Для армянского общества было бы желанным видеть у руля своей страны такого же сильного и харизматичного лидера, который бы мог привести их к прогрессу и восстановлению национальной гордости. Вместо этого они сталкиваются с чередой лидеров, то есть намекают на Пашиняна, которые либо больны, либо не способны справиться с вызовами времени. Это неудивительно, поскольку руководство страны всегда является отражением общества. которое оно представляет. Лидер Армении лишь отражает внутреннюю слабость и неуверенность своего народа. Ну видите, Минвал Азе охарактеризовывает Пашиняна как слабого. Ну, типа он не сравнится по популярности. Какой должен быть лидер? Вместо того, чтобы анализировать свои ошибки, делать выводы, армянское руководство и пропагандистская машина Армении предпочитает повторять одни и те же промахи, наступая на грабли вновь и вновь. Сарказм и троллинг, которым прибегают армянские медиапомойки, является защитной реакцией на сознание собственной беспомощи. Ну да, пишут, что в последнее время армянских СМИ стали как бы высмеивать власть Ильха Малиева. Особый акцент в этих публикациях сделан на росте страны во всех сферах. В общем, армяне в СМИ оскорбляют президента Азербайджана. Да, вот сарказм и троллинг, которым прибегают армянские помойки, являются защитной реакцией на сознание собственной беспомощности. Если они продолжат идти по этому пути, их мечты о сильном лидере могут сбыться, типа, в скором времени. В общем, не надо оскорблять президента Азербайджана. Армяне за это могут поплатиться. Ну вот и Пашинян в такой позиции стоит, как бы. Ну пишет, а, еще извиняюсь, комментарии тут решил почитать. У меня последний ролик, как раз, что эти российские СМИ унизили Пашиняна. А в комментариях, типа, пишут, что никаких унижений не было. Две страны договорились, это радует. Но пока не договорились, еще там четыре пункта никак не могут подписать. И вот тут и комментарии решил почитать. У армии нет врагов, они сами себе враги. Видите, это уже азербайджанец комментирует. Да, мир, да. Надо мир между странами, воевать не стоит. Как сейчас идет война Украины с Россией. Надо договариваться, подписывать мирные соглашения. Война ничего не решит, только смерти обоих, как сказать, и азербайджанцев, и армян, не стоит. Говорю, за оружие браться лучше мирным путем договориться, и чтобы не было военных конфликтов. В общем, вот такая ситуация. И вот много комментариев. Влад, так кто сказал, что в Азербайджане согласны болтологии заявления Пашиняна, какие-то там условия контроля. Армяне и Пашинян эту песенку давно спел. Но Азербайджан им послал лесом вместе с их армянским контролем. Много еще проблем, да, не договорятся. Договорятся, это не так легко. После столько лет вражды, говорю, пытаются как-то договориться, но вот процесс идет очень медленно. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.